Телекомпания «Вид» представляет Продолжение следует... 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 Это комфортная одежда для путешествий по всему миру. Мы возвращались с благословенного острова Комода домой, на Бали. Этот остров и вправду стал нашим вторым домом. Такого душевного покоя и счастливой отрешенности я не испытывал нигде. Оттого совершенно искренне каждый год слагаю поэмы этому райскому уголку на нашей планете. Правительство острова высоко оценило мой вклад в популяризацию их отечества и наградило меня бюстом в самом центре столицы Бали. Местный церетели по возможности передал сходство, точнее образ. Решением правительства все автомобильные номера также носят мои инициалы ДК. И это приятно. Но самые удивительные на острове это, конечно же, его жители. Искренние, дружелюбные, наивные. Во время празднования совершеннолетия у Балицев напильником подпиливают шесть верхних передних зубов. Для того, чтобы у молодых темпераментных мужчин сдерживать безрассудные проявления страсти для избавления от шести животных желаний. Похоти, гнева, алчности, слабоумия, пьянства и злости. Но нижние зубы не трогают, чтобы уж совсем не убить чувственную жизнь. В отношении девушек эту садистскую меру осуществляют напильником чисто символически. Маленьких детей никогда не опускают на землю, ведь душа ползающего ребенка может переселиться в животное. Надо заметить, что религия Балицев – это смесь буддизма и индуизма. Объяснить, почему Балицы живут так правильно, почему они не приносят окружающей природе и людям зла, видимо, можно двумя основными причинами. Первая – это то, что они верят в реинкарнацию. А значит, все их поступки, плохие и хорошие, обязательно отразятся в их последующих воплощениях. Поэтому жить надо, не нарушая ни религиозных, ни человеческих законов и правил. А вторая причина – это образ жизни Балица, поскольку все они живут своими деревенскими общинами. Вся их жизнь зависит от общины. Балиец очень дорожит своим положением в общине. Самое страшное, что может с ним случиться – это изгнание из нее. Поэтому жизнь одного абсолютно неотделима от жизни общины, в которой происходят все самые значимые события жизни Балица. Все это означает, что вся твоя жизнь на виду, любой поступок будет известен всем. У Балицы просто общинное сознание. А теперь мне хочется рассказать вам об очень интересном празднике – День Тишины. Это самый главный балийский праздник. Его дата плавающая и рассчитывается по лунному кавендарю. Вот в этом году День Тишины выпал на 13 апреля. Накануне этого дня, вечером, с наступлением сумерек, деревни в полном составе, в нарядных одеждах, идут шествиями в место заранее определенное. Каждая деревня несет своего монстра – огромную шестиметровую куклу. Эти куклы изготавливают заранее, за 2-3 недели до праздника. Причем каждая деревня хочет перещеголять другую размерами и устрашающими деталями своего монстра. Они символизируют злых духов. Их несут на больших носилках. Причем несущие должны издавать много шума, громко кричать. Все эти чудовища сносятся из разных деревень, и в полночь зажигается огромный костер, где сжигают этих огромных кукол. Это символ очищения и избавления от злых духов и сил. Остров полностью очищается, и на следующий день наступает День Тишины. В этот день закрыт аэропорт, не работают офисы, конторы, магазины, не ездят машины. Даже из отелей уходит почти весь персонал, остаются только дежурные. Жизнь замирает. Болицы в этот день медитируют, думают о вечном, общаются с богами. Это попытка остановить круговертие и суету повседневности, попытка остановиться и подумать, а зачем вообще они пришли в этот мир и куда идут. Многие в этот день постятся, нигде не зажигается электричество, чтобы свет не привлек к злых духов. Даже в отелях туристов просят закрывать ставни в своих номерах и не выходить за территорию отеля. На всем острове стоит просто пронзительная тишина. Остров думает о вечном. И еще одно очень яркое и очень шумное действие – похороны. Болицы не боятся смерти. Они готовятся к ней всю жизнь. Они верят в реинкарнации, то есть перерождение. Смерть воспринимается как начало чего-то нового. Поэтому похороны здесь совсем не похожи на траурную церемонию. У нас с вами не принято обсуждать тот момент, когда жизненному пути приходит конец. Тонатофобия. Вот так называют ученые страх смерти. Многие пытаются себя убедить, что умирание – это еще не конец. Что впереди нас ждет темный коридор, манящее голубое свечение в конце туннеля и так далее. А людях, переживших клиническую смерть, у нас еще будет специальный выпуск нашей программы. Я даже начал собирать материал вместе со своим другом, кардиологом Сережей Никоновым. Вообще идеи жизни после смерти существуют в индуизме, джайнизме, буддизме, даосизме, исламе, христианстве, иудаизме, конфуцианстве, тантризме, масонстве и других. Это мы с Игорем Астамахиным, моим коллегой-путешественником, свою образованность показываем. Так вот, болицы, в отличие от нас с вами, не мучаются в поисках смысла жизни и смерти. Они не рассуждают о бренности всего земного. Для них главное – это в точности следовать предписанным обрядам и церемониям. Ведь сила – это лишь временная оболочка, в которую облачается душа. А когда она снашивается, оболочка, ее полагается сжечь за ненадобностью. А освобожденная душа найдет себе другую оболочку, то есть другое тело. Поэтому болицы и не страдают, в отличие от нас, тонатофобией. Чего бояться, если все только начинается? Наоборот, радоваться надо. Кому-то эти болицы и обряды могут показаться варварскими. Но разве наш обычай завешивать черным тюлем зеркала, варить поминальный кулеш, напиваться на поминках, приговаривая «не будем чокаться»? Разве все это не отдает язычеству? Просто мы уже и не помним, какой смысл кроется за тем или иным действием. А для болицы каждая мелочь похоронного ритуала имеет объяснение. И главное, он прекрасно знает, что тело необходимо сжечь, чтобы выпустить душу на свободу. Поэтому, с его точки зрения, самое ужасное преступление – это мумифицировать тело после смерти хозяина. Это равносильно вечному заключению ни в чем не повинной души. Геннадий Андреевич, это я вам говорю. От имени болицев отпустите в их ресторане душу вашего вождя. Не мучайте его. Мои друзья, побывавшие на Бали, посмотрев эти передачи, позвонили и сказали, «Господи, а мы ничего этого и не видели». Так я же вам бестолковком все время и говорю, для того, чтобы валяться сутками на пляже и надуваться у барной стойки, для этого вовсе не надо так далеко ехать. Бали привлекателен в первую очередь духовным миром балийцев, их обрядами, их искусством, бытом, праздниками, древними памятниками, ну и, конечно же, развлечениями – дайвингом, джип-сафари, парком птиц, рафтингом, пейнтболом, парком водных развлечений, велосипедными экскурсиями, слоновым питомником, полетами на вертолете, свиданиями с комодскими варанами и многими-многими другими развлекаловками. Хочу напомнить, остается всего неделя для тех, кто хочет стать обладателем Аквапека, герметичного кошелька для хранения пластиковых карт. Те 10 тысяч, кто до 30 июня станет обладателем пластиковых карт Альфа-банка, Мастер-карт массы или Виза-классик, получат Аквапек в подарок. Вот если последуете моему совету, то никогда не пожалеете о поездке в эти края. Счастливо! Пока! Ваш Д.К. 737-07-93, компания «Путевые советы». Она организует Ваши путешествия в Сингапур и на Бали, и на Комода и станет персональным гидом по всему миру. Путешествуйте вместе с нами! Сингапур и на Компания «Путевые советы» Сингапур и на Компания «Путевые советы» Сингапур и на Компания «Путевые советы»